Всем привет дорогие друзья! С вами снова Марс и мы играем в Скайрим. Поскольку я, так сказать, запорол прохождение дополнения мода Нежить, я решил его возобновить и по просьбе многих людей я решил всё-таки поиграть в Скайрим. Но в сюжетную кампанию я особо пока возвращаться не хочу. Ну, а кому понравится, отписывайтесь в комментариях, посмотрим, что можно с этим сделать. Тут у меня стоит куча-куча модов, куча-кучейшая просто мода. И мне в принципе всё нравится, кроме некоторых, что... Что запарывает слегка баланс. Но я здесь, собственно, не за балансом. Некромант. Распоряжение о захвате. Я не знаю, оставлять ли те серии... Или удалять их. Я думаю, их стоит удалить, чтобы не дезинформировать людей. Ну, если хотите, всё-таки... Да, их оставлю. Не-не-не. Вроде больше ничего. Давайте почитаем этот приказ. Где они у нас здесь? Это ключи. Господи иисусе. Распоряжение о захвате. Так, дозорная стендара через маркер. Книга будет у них с собой. Делайте что угодно, чтобы к ней должна стать... Очень. Всё с вами понятно. Проще говоря, мы будем сейчас бороться за книгу, в которой... ...есть некое тайное знание. Так, книга должна быть где-то там. Давайте как-то это всё по бодрячку сделаем. О'кей. Надеюсь, скримчик не будет зависать. Что это вообще за лошадь? Я не понимаю, почему она со мной ходит. Это не моя лошадь. И в данном случае мне бы лучше... ...пользоваться щитом. Но поскольку у меня его нет. Да, у меня его нет. Платно. Слишком неразборчивая фигурка. Нет? Да смотрите. Реально. Прямое попадание. Некромаг. И что? Ты хочешь сказать, что ты меня заметил, что ли? Я покончу с твоей презрентной жизнью. Здорово. А ты что, заглючил там, что ли? Блин, ну и сейчас упадёт где-то за дерево, верно? Да не, всё нормально. Акстись, брат мой. Всё будет нормально. Так. Так. В принципе, как-то продвигаемся по чуть-чуть. Ну и чё? Ну и чё? Ну, Медведь. Ну и чё? Ну и где? Ладно, я, пожалуй, войду. Так. Мрачное место. Довольно темно. Я думаю, Ютуб тоже будет темнить. Поэтому местечко довольно-таки атмосферное. Чё, никого нет? Что это было? Чё это было? Чё это было? Смерть твоя была. Ёбка. Спокойней, как-то чё. Да прийди. Чё вы так реагируете-то на это? Всё? Какие у вас шансы, ребятушки? Хоть я не играл с Карим давно, так это ж не повод. Перст-то у меня прокаченный, крутой. А вы как думали? Я тут выношу всех только в путь. Так что, всё. Великий нагибатор вернулся. Так. Чё по итогам? Чё мы тут нашли? Дневник. Запись первая. Спустя две сотни лет дом жизни, наконец, нашёлся. И где? В руках этих болванов из коллегии Шепотов? Окей. Они даже близко не в состоянии понять такое могущество и в нём заключено, и видят в нём лишь один из аргументов в своей... Ээээ, в своём... Див-див-див-див-див, сука. Что? Что? Окей, неважно. Куда нам дальше нужно следовать? Куда нам дальше нужно следовать? Объясните мне, пожалуйста. Хорошо. Задание. Туплю, пишу ночью. Это оправдание. Искать подвал башни. Принято. Так, пошли лететь тогда в подвал, чё? Почему я нажимаю Х для того, чтобы ускориться? А, это ж Сталкер, точно. На днях прошел все части Сталкера и как-то распробовал, знаете ли, чистое небо. А в моих предыдущих попытках это сделать видно, что-то как-то не пошло. О, а теперь я считаю, вот именно чистое небо лучшей игрой в серии. Раньше это был только Зов Криппетик. Но те они Чернобыля по-прежнему остались черны для меня. Первая игра в серии. Она еще была тогда недоработанной и довольно кривой. Да прекратите. Да не бывает такого. Ладно. Вот, видите? Получилось. Я вам напоминаю, персонаж топовый. Так. По следам. Читать не буду, потому что заговариваюсь и тут уже как-то буквочки расплываются. Но эти книжки я обязательно почитаю во время монтажа или даже, когда буду сам для себя серию пересматривать. Но это уже будет не сегодня. Так. Почему буквочка П тоже Сталкер? Так. Аркей враг наш. И вот в этом как раз таки была моя ошибка. Я тогда отпустил жреца Аркей. Этого нельзя было делать ни в коем случае. Ну. Разве что в том случае, если мы хотим, не хотим получить великий дар. Блин. А где все-таки выход отсюда? Вскорим, вскорим. Все верно. Все верно. Все правильно. Никаких больше разговоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты не бойся. Я в абонидовой кольчуге. Тебе нечего бояться. Субтитры создавал DimaTorzok А, хотел сказать, чтобы вы не серчали на меня, потому что я только что записывал Dead Space. Сегодня уже поздняя ночь. Короче, вы поняли. Пошли отмазки. Ну, как бы хочется записать и хочется показать вам это все, потому что завтра, сука, будет работы полно. Ну, ничё. Ничё. Я думаю, все наладится. Куда мне? Где-то в ту сторону. Карта. Да направь меня. Туда. Найти место вложения в DimaTorzok Хорошо. Хорошо. Давайте от камня змеи. Оттуда будет ближе. Там сейчас, насколько я помню, будут ледяные привидения, но в топку. В топку лёд, в топку привидений. Нам нужно... А, собственно, почему нам туда нужно? Ага, могила Архимага, потом местоположение храма Аркея, и потом место проведения ритуала. Хорошо, давайте займёмся могилкой Архимага. Это всё нам необходимо для того, чтобы провести ритуал. Ой, блядь! Вода, вода, вода. Надеюсь, у меня отключён этот пункт во фростфолле, потому что... Блин. Ну, вроде нет. Вроде всё нормально. Или, может, меня просто звериная кровь греет. Я, по крайней мере, ещё живой. Или я просто выключил фростфолл. Как-то так. Одно из двух. Цибелизов? Какого чёрта? Даже звук залагал. Из-за такой неожиданности. Дорогие друзья, я вам очень сильно не советую ставить много модов в разнобой. Советую вам поставить либо несколько... О, блядь, сука. Ссаны. Никто. Матай! Отдыхай. Бульбет. Ты чё творишь-то? Даже и не думай. Я ж сказал, даже и не думай об этом. Открывавленные тряпки. Чё это за хуйня? А, это ты? Призрак великого мага? Ну, где сюда? Блин, он мощный. Раз даже мне столько жизнью он сносил, он действительно мощный. Но я уже наиграл не одну сотню часов. Даже не одну сотню. Попрошу заметить. Часов с Кайрим, поэтому... Не поможет. Местоположение храм Аркея. Теперь туда. По-быстренькому, я думаю, соберем эти все части. И в следующей серии уже куда-то двинем. Так. Тут, пожалуй, от кургана... Пойду. Потому что, ну, как бы, через воду не хочу идти. КомBA АЛКВА... С Gothicи, не лучшим. Я думаю, что там... width от. И в следующей серии вcji, я думаю, что здесь... И в следующей серии приносим... изकали люди. Ну, в следующей серии... Опять же, я замолкаю во время загрузок, потому что у меня игра запущена в первоблаконном режиме. А ты кто? Подожди. Путник. Ты кто такой? А ты охотник. А, ну да ладно. Нам нужно сердце жреца Аркея. И его мы сейчас и раздобудем. Ребят, мое сердце. Если вы пришли за ним, очередь, пожалуйста. Так вот, о чем я. Я замолкаю, потому что идет подгрузка, и то ли непонятно, зависка или нет, или работа. Давай. Мимо. Опять мимо. Прощайся со своей головой. Хорошо. Эти, вроде как, обещали долго жить. Да, блин. Хорошо, что у меня шлем крепкий. Но плечо, вроде как, и бедро пробили. Ну ладно. Не страшно. Жрец Аркея. Освободить жреца. Не смешно даже. Сердце жреца Аркея. Деликатес. Нынче это деликатес. И что нам еще нужно? Так, давайте-ка посмотрим, что у нас дальше покроется. Найти место проведения ритуала. Простите, что-то с голосом моим нынче стало. Вот. Нужно найти место проведения ритуала. Это последний пункт, куда мы сегодня двинемся. По крайней мере, в этой серии. Когда будет следующее, я не скажу, потому что сам не знаю. Так, это где-то, где-то, где-то. Где? Да. Лучше от этой башни. Так, скайпик. Надеюсь, вы этого не видите. И друзья мои не сильно... Да, отвалите, ну. И мои друзья вас не сильно беспокоят. О, Мирок. А ты крутой. Только ты просчет допустил. Очень большой просчет. А вот и они, собственно. Я думаю, можно их с лука пощелкать. Непонятно, почему легкие подвисания. Хотя я уже вроде как... О, парень. Не попал? А почему я не попал? Не-е-е, ну вы сволочи. Ладно, давайте что-то как-то поближе, что-ли. Не-е, тупо не попадаю. Да шо ж ты... Ну тащи уже, ну. Смотрите, ни одна стрела не попадает. Блин, еще этот эффект. А вот стрелять я явно разучился. Потому что, ну, это вообще, я вам скажу, не торт. Короче, заманали бы меня, я пошел вас резать. Не знаю, что у меня сегодня с луком не задалось. Ребята, попроще как-то, ладно? Это тут уже все, этот уже отъехал. Тут еще двое. А ты че дикарь такой? Тоже будь как-то попроще. Так, завершить зелье, да? Ух, я не помню, там какая-то запара была с этим всем делом. Ладно, давайте-ка возьмем... Сосуды. Нет? Так, записка алхимика. Короче, бальзам. И... Че-то там. На миры. Эйдж брейк. Окей. Для первого нужны грибы. Грибы разложения. Потом череп. И крупный цветок, растущий на болотах. Хорошо, давайте возьмем эту записку и поищем ингредиенты. Я думаю, они где-то здесь. Воу, скорее, полегче, пожалуйста, полегче. Эээ, на мира. Ага, точно, на мира, жижбогиня этого, разложения. Корень нирна, послён, человеческое сердце и череп. Так, что нам, в принципе, нужно? Давайте еще раз прочтем эту записку. Где она? Так вот, записка алхимика. Эээ, так... А вот для второго... Извлечённое человеческое сердце. Травы, напитанные кровью. Лепестки цветка любого отрав... Ээ... Любимого отравителями... Ээ, любимого отравителями. Всё. Собственно... Как бы вам сказать? Ладно. Я сомневаюсь насчёт вот этих двух. Эээ... Крупный цветок, растущий на болотах Ялмарка. Что это растёт у нас на болотах Хермалка? Хер его знает. И вот этот вот... Лепестки цветка, любимого отравителями. Хорошо, давайте... Для начала, там... Грибы, которых... Коснулась владычица разложения. Череп. И... Крупный цветок. Короче, сейчас испытаем. Так, сохранить. Котёл. Так... Гниль. Да, блин. Я чё-то втыканул. Сейчас, секунду. Посмотрю ещё раз... Рецепт. По-моему, там была... Грибы, череп и цветок. Если я не прав... Будет довольно печально. Так. Грибы, череп и... Крупный цветок. Ладно, давайте испытывать. Ещё... Грибы. Череп. А вот что такое крупный цветок? Это наверняка колокольчик. Ну, наверное... Так... Что-то там я приготовил. А чё ты тут бегаешь? А можно ещё чё-то приготовить, нет? Гурган бедствий. Вроде всё-то. Посмотреть тело некромата. Это ты, что ли? Зелья бодрости... Зелья запаса сил... Бурганы в горах. Бурганы в горах. Так. Распоряжение. Головной убор. Алхимика. Алхимика? Что-то похожее на головной убор магов с Абливиона. Или даже мага с Ведьмака, если вы помните. Я не помню, правда, как его звали. Но какое-то мерзкое такое имя. Уже даже и не вспомню. Так, давайте почитаем распоряжение. Так, я обнаружил в Кургане бедствий... Убирайся с надпись, пожалуйста. Бля... Ну, бля... Ну, ёпта... Ага. Он в том месте, о котором говорится в книге. Идите на юго-запад от Маркарта через хребет... Эээ... Разветляющий Хайрок и Хаммерфелл. Тропа опасная, а сам Курган находится среди горных пиков. Эээ... Драконьего хвоста. Эээ... Катакомбы. Аура силы. Ощущается здесь... Так, понятно, понятно, понятно. Секреты. Короче, в принципе, я понял, куда идти. Это новая локация. Да? Да, смотрите, новая локация, правда. Давайте переместимся туда. Почему бы и нет? Да. То есть, в принципе, мы всё сделали. Теперь осталось только... Открыть секреты. Ох, это ужасное место. Ох, это ужасное место. Я просто смотрю со стороны Фростфолла, и такие вот метели, это ужасно. Этой локации нету в Скайриме оригинальном, поэтому, я думаю, будет интересно. Что ж, на этом, пожалуй, я закончу свою... Чшшш... Если кто не знает, это первая серия, я больше ничего не записывал до этого. Итак, первую серию прохождения мода Нежить или Undead. Всем спасибо за просмотр, ждём следующей серии. С вами был Марс, до новых видео, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!